Друзья, всем привет! Сегодня у нас снова шарлотка, но весьма необычная. Готовить ее будем без яиц, а часть муки заменим манной крупой. Получится она пышной, с большим количеством яблок, будет очень сочной и ароматной. Присоединяйтесь, готовить ее проще простого. Приготовить миску, в которой будем замешивать тесто, и просеять через сито муку, крахмал и соду. Соду я использую 1 чайную ложку, ее можно заменить на разрыхлитель, но в этом случае берите разрыхлителя 1,5 чайных ложки. Добавить сахар, ванильный сахар, у меня такой вот сахар с натуральной ванилью. Сразу же всыпать манку и соль. То есть мы соединили все сыпучие компоненты вместе. Перемешиваем их, выливаем кефир и сразу же добавляем сметану. Вначале перемешаем смесь ложкой, а потом подключим миксер и перемешаем все при помощи него. Перемешиваем смесь примерно 3 минуты, хорошенько, чтобы все компоненты соединились. Затем отставляем в сторонку на 15 минут. Пока настаивается тесто, почистить и порезать дольками яблоки. Прошло 15 минут, тесто настоялось. На поверхности можно наблюдать множество пузырьков, и также оно стало более густым. Манка разошлась и мука. Теперь можно влить сюда масло, все взбить еще при помощи миксера. После взбивания на поверхности не должно остаться масляных кругов. В форму для выпечки смазать сливочным маслом и налить на дно чуть меньше половины теста. Распределить его равномерно и выложить яблоки. Если яблоки сильно темнеют, то их можно слегка сбрызнуть лимоном. Яблок используем много, поэтому у нас начинка получится очень пышной, толстой. И будет мало теста и много яблок. Сверху наливаем оставшееся тесто. Когда вылили все тесто, слегка встряхнуть вот таким образом форму, чтобы тесто хорошо проникло между кусочками. И чтобы там не осталось пустот. Можно дать еще постоять примерно 5 минут, чтобы тесто распределилось. Затем поставим форму в духовку, в разогретую до 180 градусов. И будем выпекать 40 минут. Время вышло, пирог очень хорошо поднялся. Проверяем готовность палочкой в самом толстом месте. Как можно видеть, он вот здесь хорошо очень поднялся. Если при доставании палочки на ней нет теста, значит пирог полностью пропекся. Сейчас оставляем его постоять на 10-15 минут, чтобы он слегка отстыл. После чего достаем из формы. Шарлотка получилась пышной и статной. Тесто хорошо поднялось и она отлично пропеклась внутри. При желании ее можно посыпать сахарной пудрой. Затем порезать и подавать к столу. Она хороша и в теплом, и в холодном виде. Друзья, всем спасибо за просмотр и за то, что делитесь видео со своими близкими и друзьями. Нам очень приятно. Всем отличного настроения и до новых встреч!